Приветствую вас. Давайте разберём наш вопрос. Я девочка, мне 28 лет. Полгода назад со мной расставался парень. Сказал про слечилство, ему 24. Прошёл его поговорить. Писал, что люблю его. Так он не приехал. Затем меня заблокировал. Спустя пару недель после расставания узнала, что у него новая девочка, потому что она поставила мне лайк в соцсетях. Я зашла на её, на профиль её и увидел их общее фото. Она периодически заходит, смотрит мои истории, видимо, чтобы показать мне, что она с ним встречает. А бывший писал мне на ДР метод назад, но я не успел прочесть сообщения, он его удалил. Мне невероятно больно, постоянно думаю о том, что им так хорошо, а я одна и страдаю. Иногда мечтаю, что бывший вернётся и всё будет хорошо, но, естественно, понимаете, даже если вернётся, я не смогу его принять. Я морально не очень подавлен, над тем, что столько времени прошло, а я, собственно, за прошлое. Помогите, пожалуйста, прийти из себя. Ну, здесь есть два. Два основных момента, да, это первая травма, травма расставания, вот, которую нужно прожить, потому что вот этот комок чувств, да, боли, он вам не даёт, как бы, почувствовать что-то ещё. И второй момент – это то, благодаря чему подобная ситуация стала возможна. Подобная ситуация стала возможна благодаря тому, что вам, ну, вот, где-то в своей жизни вы, скажем так, ну, буксуете, да. То есть, вот, что я здесь имею в виду, да, говоря о том, что вы, ну, буксуете. А я имею в виду, например, что, вот, например, вы пишете, значит, она зашла, периодически заходит, смотрит мои истории, да, видимо, чтобы показать мне, что она с ним встречалась. Вот, опять же, вы, как бы, сами додумываете. Вот. Вы пишете, значит, я постоянно думаю о том, что им хорошо, а я одна и страдаю. И вы пишете, что столько времени прошло, я цепляю за прошлое. То есть, это как-то говорит о том, что, вот, вы, ну, своей жизни, да, вот, по своей жизни не идёте. Вот. То есть, безусловное расставание – неприятная штука. И безусловное расставание – это не повод для радости. Это само собой. Вот. Ну, есть такой момент, что, когда человеку своя жизнь интересна, то это продумается легче. Да, человек понимает, кто он, куда идёт, чего хочет. Какие у него цели. Да. Какие у него идеалы, ценности. Вот вы говорите, я ведь могу его принять. Да. То есть, вы не готовы принять человека, даже если он, вот, к вам, ну, захочет вернуться. То есть, это не случайно. Не случайно то, что вы не готовы принять. Значит, у вас есть ценности определённые, на которые вы опираетесь. Здесь опираетесь. И это… Нормально. Вот. 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 Ну, у вас ведь есть ещё, ну, ну, другие ценности. И ваша задача увидеть, прочувствовать эти ценности. Ощутить их, скажем так. А сейчас, сейчас ничего такого вы не ощущаете, скорее всего. Вот. И поэтому эта ситуация вас определяет по факту. Вот. Вот. Бабульно. Но определять эта ситуация вас не должна. Вот. Она не должна определяться. Она определяет. Вот это ключевой момент. Поэтому, на мой взгляд, вот, в этих вот, в этих вот, в этих двух направлениях вам и нужно работать. Как мне кажется, по крайней мере. А что я психо… ну, с психологом, да? Вот. Со специалистом, с самой стороны, самостоятельно вы вряд ли сможете с этим разобраться. Вот. Как я могу вам ответить. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. Удачи.